Добро пожаловать в Кетчум. Мы город ночного неба. Кетчум – первый город в штате с подобным статусом. Местные жители получили его в прошлом году. Чем мэр Нил Брэдшоу особенно гордится. Город расположен высоко над уровнем моря. Воздух у нас чистый, поэтому ночное небо очень яркое. Всё, что от нас требуется, это свести до минимума световое загрязнение. Поэтому город решил ввести строгие ограничения на всё наружное освещение. Наша цель – оборудовать город функциональным освещением, которое обеспечит безопасность на улицах в тёмное время суток, но при этом не будет затмевать небо. Любой наружный свет должен быть направлен исключительно вниз, ни в стороны, ни в коем случае вверх. Вот смотрите, только заглянув внутрь плафона, можно увидеть лампу. В городе почти во всех фонарях светодиодные лампы, что существенно экономит электричество. Светодиодная лампа такой же мощности, как обычная, потребляет всего 10% электроэнергии. То есть мы экономим 90%. И при этом зарабатывают на туристах. Посмотреть на звёздное небо в Кетчум приезжают со всей Америки. Город находится на границе территории, которая называется заповедник ночного неба. Это одно из 12 мест во всём мире, где звёзды особенно яркие. Этот заповедник огромный, 3600 квадратных километров. И вам не нужно идти вглубь леса, чтобы полюбоваться ночным небом. Достаточно просто остановиться на обочине трассы, которая идёт через заповедник. На всякий случай Рейнджер оставил нам свою карту и предупредил, заповедники мобильной связи не будет. Уже по дороге заметно, как темно вокруг. Ни фонарей, ни заправок, ни домов. Единственный источник света – фары нашей машины. Похоже, это и есть то самое место, которое нам порекомендовал Рейнджер. Говорят, что здесь самые яркие звёзды во всём заповеднике. Сейчас мы выключим фары и будем проверять. Это как планетарий, только небо настоящее. Даже без бинокля или телескопа все звёзды как будто бы на ладони. Нам точно сказали правду. Небо просто фантастическое. Я никогда в жизни ещё подобного не видела. И такое зрелище – большая роскошь для многих жителей планеты. К примеру, только в Америке 80% населения не может увидеть даже Млечный путь из населённого пункта, в котором живёт. Леся Бакалец, Сергей Соколов, Давид Гогохи. Настоящее время Америка. Из штата Айдаха.